Друзья, всем привет! Я хотела бы снять отдельный обзор на этот аромат. Я уже не раз говорила о нем в своих других видео, да? У меня были отливанты, у меня были пробники, я их снашивала, раздаривала, потому что всем нравился этот парфюм. Теперь у меня наконец-таки появился сам флакончик, можно похвастаться и самой бутылочкой теперь. Хотела бы, конечно же, показать его на камеру, да, как он выглядит. Очень давно хотела этот аромат, очень давно. Это Vampire Rum от Lorenzo Battaglia. Насколько я знаю, аромат самый популярный у этого бренда. Ну да, он такой самый, по-моему, продаваемый, самый популярный аромат про ваниль. Вышел он не так давно. Я уже рассказывала, что познакомилась с этим ароматом через группу парфманьяков, в которой я сижу. И я даже как-то снимала видео, по-моему, в прошлом году. Говорила, что хочу купить его вслепую, потому что мне нравятся ноты. В общем, очень стал быстро набирать популярность этот парфюм. Сейчас его многие раскупают, многие уже о нем знают. Также знают об этом парфюмерном доме. Снимала на него обзор, говорила. В общем, давайте поговорим, наверное, в деталях об этом парфюме в этом видео. Здесь ноты несложные. Здесь просто собрали кучу ванили, которая только есть. Мадагаскарская, черная ваниль, еще какая-то там. В общем, куча просто ванили. Если вы зайдете на фрагрантику, будет ваниль-ваниль, ваниль-ваниль и опять ваниль. Вот, но помимо ванили есть также пару нот буквально. Здесь также заявлен ром, ут, пачули. По-моему, здесь есть карамель, если я не ошибаюсь. И белые цветы, по-моему, белых цветов здесь вообще абсолютно не слышно. Аромат про ваниль, ром, ут и пачули. В общем, многие покупали его вслепую, потому что загорелись ваниль, ром, карамель. Что может быть невкусного, да, что может здесь вталкивать. Но здесь есть ут, который я замечательно слышу. Я не знаю, если вы его слышите или другие люди его слышат. Я его очень хорошо слышу. Ут, я не раз говорила, для меня здесь немного такой медицинский. Сейчас я, кстати, этой медицины уже не слышу. Ни в Vampire Rom, ни в Van Ecstasy, который у меня есть. Тоже аромат про ваниль, они очень похожи. Только в Van Ecstasy нет пачули. Я снимала также на него обзор. Я вообще поставлю обзор этого дома. Посмотрите где-то здесь. В общем, здесь очень слышно ром, ваниль, ут и пачули. Да, вот как-то так. Пачули здесь придает немного такую как бы винтажность. Я не хочу говорить слово ретро, но вот есть немного какая-то винтажность. Также этот пачули пахнет вот лично для меня погребом, плесенью. Да, вот чем-то вот таким вот землей, землей с плесенью. Я здесь слышу немного вот эту вот плесень. Вот как-то так. Ваниль, ут, немного медицинский. Опять же говорю, да, сейчас этой медицины я не слышу. Вот не слышу здесь ут как древесину, а вот именно вот как немного что-то такое медицинское. Карамели я здесь не слышу. Просто звучит сладко, ванильно. Сахарная ваниль, вот не раз говорила, сухая, да, вот есть ваниль жидкая. Это вот сухая прям ваниль. Вот даже как будто бы добавили ваниль в сахар и вот сыпят этот сухой такой сухой сахар в ванильный с ванилином. Нет, не ванилин, ванилин так не пахнет, а вот именно ваниль. Вот как-то так. Есть такая сухость, особенно в базе, вот как будто бы сладкий такой сухой сахар с ванилью. И очень хорошо слышно пачули. Вот что хочу сказать, я вслепую его не советую покупать именно из-за пачули и из-за ауда. Здесь многих людей отталкивает пачули. Если вы не любите пачули вообще ни в каком виде, я советую его не покупать. Да, конечно же протестируйте его, да, но вслепую не покупать. И вообще возможно, возможно вам аромат не понравится именно из-за пачули, потому что это то, что остается на коже, это то, что сидит часами. Аромат очень шлейфовый, очень стойкий, его слышно после душа. Не знаю, ну то есть будет сидеть очень долго, наверное, даже сутки. Да, вот как-то так, на волосах его слышно, на одежде он тоже сидит очень долго, и пачули никуда не улетает. Опять же повторяюсь, да, пачули такой, погребы, земля, немного с плесенью. Вот я слышу это как-то так. На старте очень хорошо слышно ром. Причем ром, вот я не слышу это как алкогольность, а вот именно как горечь от рома. То есть он горчит на старте, да. Потом этот ром улетает, вылазит ваниль, уд и пачули. Вот как-то так. В базе и в шлейфе эту ваниль слышно вот сахарно. Вот сухо, вот такая сухая пудра сахарная с ванилью и вот с пачули. Вот я не знаю, это очень удивительная ваниль, ничего здесь детского нету, это не сладко как-то вкусно, мимишно, да, просто нет. Вот если вы любите ванильные ароматы, да, и вам надоело что-то такое обычное, просто сладкое, легкое, вам хочется что-то поинтереснее, вот это будет вот здесь. Есть, конечно же, Van Ecstasy Eggs, который более такой сладко-карамельный, вот тот он более гурманский, мимишный. Здесь это все-таки дело немного утяжеляется, пахнет по-взрослому, да, вот говорю, несъедобная гурманика, вот лично для меня. Да, пахнет вкусно, но съесть мне это не хочется. В шлейфе он очень красивый, все всегда делают комплименты, всегда замечают. И вот, кстати, мне никто не сказал, что пахнет там пачули, да, вот в шлейфе, когда захожу, все сразу говорят, ммм, как вкусно, сладко пахнет. То есть люди это воспринимают вкусно, не слышат никакой блесени, да, которую я слышу, там, уда, медицина или еще что-то. Это одна из самых лучших ванилий. Вот у меня раньше был самый любимый ванильный аромат, это Sweet Vanilla от Montal, я его также люблю, обожаю, там абрикосы с ванилью. Супер стойкий, супер шлейфовый. Сейчас у меня теперь это три ванили, которые самые любимые, это вот Vampire Rum, Van Ecstasy X от этого же дома и Sweet Vanilla от Montal. Мне кажется, я нашла свою идеальную ваниль, я больше не в поисках, я знаю, что ее еще полно, куча просто. И, честно, мне даже больше ничего не хочется, я вот считаю, что это самые лучшие ароматы, стойкость у них на высоте, шлейф тоже. Все то, что я хотела, все то, что я искала, я нашла. В общем, я всем рекомендую эту ваниль, просто вообще шикарный дом, я их обожаю, очень люблю Lorenzo. Вся их команда просто идеальная, всегда им говорю спасибо, люблю работать с этими ребятами. В общем, друзья, напишите мне в комментариях, если у вас есть этот аромат, или если вы с ним познакомились уже. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение, и я увижусь с вами в следующем видео, как обычно. Всем пока-пока.